Уважаемый Вячеслав Владимирович, я командир русского добровольческого корпуса. Рядом со мной представитель Легиона Свободы России. С другой стороны наши пленные. Мы находимся недалеко от новой толожанки, и сейчас они скажут вам по-русски. Род возник. Пехота. Имя, фамилия? Алексей Беляев. Звание? Старший лидер. Откуда родом? Каша Кировская. Имя, фамилия? Александр Алексеевич Мордов-Перлогин. Откуда родом? Кашковская область передавая. Сегодня большой православный праздник. Троица. Я предлагаю вам обвинять этих пленных всего-навсего на пару минут общения с вами в храме. Без оружия и без солдат. Если вы сегодня до 17.00 явитесь в храм, в новой толожанке, мы в качестве акта доброй воли, жеста доброй воли, как принято говорить у вас на родине, обменяем их просто на возможность пообщаться с вами о судьбах России, о той ненужной кровопролитной войне, которая ведется уже полтора года. А теперь она уже ведется на территории нашей с вами родины, на территории вашей, Довгородской области. Поэтому сегодня до 17.00 у вас есть уникальная возможность пообщаться с нами и забрать двух граждан Российской Федерации, простых солдат, которых вы и ваше политическое руководство отправили на эту войну. До встречи! Здравствуйте, дорогие друзья! Обращаюсь к жителям Белгородской области, к россиянам, которые иногда смотрят мои видеосообщения. Увидел обращение подлецов, негодяев, убийц и фашистов, которые якобы хотят встречу со мной, предлагая разговор на пленах. На самом деле, зашли с ДРГ, идет бой сейчас в Новой Товолжанке, я надеюсь, что они все будут уничтожены. По-другому не может быть по определению каждый день от рук этих фашистов погибают мирные жители, в том числе и в Белгородской области. Тихароним уже каждый день. Искалеченные дети, убитые старики. Вот что остается после их рук. Единственное, что останавливает меня от переговоров с ними, это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили. Как мне тяжело было это говорить. Но если они живые, с 17 до 18 мап Шебекина. Гарантирую безопасность.